Богатеть в Бога Мы поговорим о том, что значит богатеть для Бога или в Бога Это выражение может быть для нас немножко странное, необычное Мы не часто используем или вообще не используем его в повседневной жизни Однако оно встречается в тексте Нового Завета В Евангелии от Луки Давайте откроем Евангелие от Луки в 12 главе Там есть притча о богатом человеке, собравшем большой урожай И ошибочность его представления о жизни Ешуа кратко суммирует в одной фразе Очень часто он это делает В 21 стихе Ешуа говорит так Об этом богатом человеке Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет Отсюда название нашей передачи Этой и еще нескольких следующих Итак, Ешуа говорит, что в принципе богатеть это неплохо Вопрос в том, как богатеть или для кого богатеть Ешуа говорит, что этот человек сделал ошибку Он богател для себя, а не в Бога Итак, богатеть в Бога Вот тема нашей сегодняшней программы И первый вопрос, что же это значит Для того, чтобы понять смысл этих слов Нам опять-таки не нужно углубляться ни в пытанные книги Ни в какие-то книги, написанные по латыни На непонятных нам языках Об этом написано прямо здесь, в нашем же с вами тексте В Евангелии от Луки, в 12 главе Следующие же слова, которые говорит Ешуа В 22 стихе написаны так И сказал ученикам своим Посему, говорю вам, не заботьтесь Слово посему сегодня не употребляется Вместо него мы говорим поэтому Но оно указывает на непосредственную связь того, что было сказано раньше На связь этого стиха с выводом Ешуа О том, как богатеть правильно и как неправильно С тем, что он говорит дальше Поэтому Ешуа говорит Богатеть нужно не для себя, а в Бога Вот что я хочу сказать вам, моим ученикам И поэтому, чтобы богатеть в Бога Я говорю вам, не заботьтесь И дальше прочитаем с вами то, что он говорит В нескольких следующих стихах После этих слов И сказал ученикам своим Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей Что вам есть, не для тела, во что одеться Душа больше пищи и тела одежды Посмотрите на воронов Они не сеют, не жнут Нет у них ни хранилищ, ни житниц И бог питает их Сколько же вы лучше птиц Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста Хотя на один локоть Итак, если и малейшего сделать не можете Что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии Как они растут, не трудятся, не придут Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей Не одевался так, как всякая из них Если же траву полевую Простите, траву на поле, здесь написано Которая сегодня есть А завтра будет брошена в печь Бог так одевает То кольми пачи То есть, тем более вас маловеры И еще три стиха Итак, не ищите, что вам есть Или что пить И не беспокойтесь Потому что всего этого ищут люди мира сего Ваш же отец знает, что вы имеете нужду в этом Ищите наипаче царствие Божье И это все приложится вам В русском языке слово заботиться Которое мы здесь с вами встречаем И это самое первое слово Ишуа говорит Не заботьтесь Это слово заботиться имеет в русском языке два значения Первое Это положительное Когда мы говорим о ком-то заботливом То есть, это может быть заботливый сын Дочь Заботливые родители Заботливая жена И так далее Второе значение Отрицательное Беспокоиться В нашем с вами отрывке Ишуа употребляет его Именно в этом втором значении Он говорит нам о том Что если мы хотим богатеть в Бога То первое, что нам нужно сделать Хотя и не последнее Это перестать беспокоиться И об этом мы поговорим в ближайшие минуты Десять-пятнадцать Почему же Ишуа велит нам Не беспокоиться? Чтобы понять это Давайте посмотрим К чему изначально Простите К кому изначально Были обращены Эти его слова Которые мы прочитали Очевидно Они обращены к людям Которые заботятся То есть Беспокоятся И именно по этой причине Он Несколько раз Повторяется Он говорит Не заботьтесь Не беспокойтесь Что заботитесь Трижды И если бы Они и так не заботились То зачем бы он Делал на этом Такой акцент И в стихе двадцать восьмом Он называет своих слушателей Маловерами Людьми Не доверяющими Богу Настолько Насколько Они должны Были Ему Доверять Другими словами Ешева фактически Говорит Что беспокойство Это проявление Неверия И апостол Павел Нам пишет Что все Что не по вере Это грех Что же это значит Это значит Что если я Действительно Доверяю Богу То я Не беспокоюсь Ни о чем Ни о спасении Моих родственников И друзей Ни о моем Собственном здоровье Ни о будущем И ни о чем другом В том числе И о моих Материальных Обстоятельствах Я делаю то Что должен делать сам То есть я молюсь За спасение Неспасенных Я слежу За своим здоровьем Я откладываю деньги В пенсионный фонд Точнее за меня Это делает бухгалтер И я доверяю При этом Богу Что он Позаботится Обо всем Остальном О том Что зависит От него Я верю Что он желает Нам всего Самого лучшего И что Если мы Молимся О его Воле То он Слышит нас И отвечает На наши Молитвы Иногда Я не понимаю В чем состоит Его воля Но даже тогда Я все равно Доверяю Ему Потому что Он Благ И всемогущ Я знаю Я знаю Без тени Сомнений Что он Желает нам Блага И только Блага Я Соответственно Доверяю Ему Решать Что для меня Лучше Всего И он Может дать мне Свое Самое Лучшее И ответить На мои Молитвы А иногда Даже Благословить Меня Тем О чем я И не думал И не мечтал И не молился Это первое Второе В нашем Отрывке Ешо Учит Не заботиться Не просто Ни о чем Вообще Как мы с вами Прочитали А о том Что нам есть И пить То есть О материальной И финансовой Стороне Нашей жизни Он поясняет Что беспокойство О материальном Это не наше Дело Стих 30 Говорит Этого Ищут люди Мира Сего И Другими словами Если мы верующие То мы должны В чем-то Отличаться От людей Мира Сего Одно из таких Отличий Согласно Этих слов Ешо В том Что мы Живем Без Беспокойства То есть В покое В детском Доверии Нашему отцу Как же это работает На практике Я приведу Пример Из моей Личной Жизни В 2008 Году После Песоха Я устроился На работу В одну Туристическую Компанию Я пошел Работать На пол Ставки Потому что Основное Свое время Я тогда Уделял Учебе И все Было Достаточно Стабильно Пока не Разразился Мировой Финансовый Кризис Если вы Помните В 2008 В 2008 Году Был Такое Дело Начался Этот Кризис С обвала Американского Рынка Недвижимости И Затем Очень Быстро Стал Ощущаться Во всей Американской Экономике А вскоре В мировой Доллар Упал До Отметки 3,2 Шекеля И Многие Американцы Которые Забронировали Туры В Израиль Отменили Все свои Планы На конец 2008 Года И 2009 Год А поскольку Я работал В отделе Фирмы Обслуживавшим Именно Американский Рынок Эти Отмены Означали Сокращение Наших Доходов Ну и Соответственно Сокращение Штатов Я был На хорошем Счету В Фирме И Поэтому Был Не первым Кто попал Под это Сокращение Однако Я работал На полставки И Хозяин Фирмы Знал Что Туризм Это не то Чем я По-настоящему Интересуюсь Он знал Что я учусь На Богословском Факультете И для меня Туризм Вообще И работа В его Фирме В частности Это просто Зарплата Не то Чему я хотел бы Другими словами Посвятить себя Серьезно В будущем И поэтому В конце ноября Он вызвал меня К себе в кабинет И сказал Мне жаль тебя Увольнять Но То есть Жаль потому Что ты хорошо Работаешь Но у меня Нет выбора Ситуация такова Что я просто Не могу позволить Себе тебя оставить Если в будущем Захочешь прийти Ко мне Снова работать Приходи Я буду рад Только приходи Уже с намерением Работать на полную ставку И Долгое время У меня Работать Моя жена Тогда еще не работала Потому что Нашей дочке Было всего полтора года И мы решили Что материально Нам конечно Будет труднее Однако Для ребенка Важно Первые три года жизни Быть дома С мамой Лучше с ней Чем с няней Или в яслях И у меня была Неплохая стипендия Но она Покрывала Лишь Половину Нашего Семейного бюджета Пособие на детей В Израиле Не очень большое Если так Мягко выражаться Сын учился В частной школе Недешевой И в общем Короче говоря Моя зарплата В этой турфирме На полставки Была очень ощутима Для нашей семьи Совсем Она была не лишней В этом положении Конечно же Было очень легко Потеряв Эту зарплату На полставки Как минимум Обеспокоиться Не буду Притворяться Таким духовным Гигантом Которому беспокойство О деньгах И о материальном Вообще неведомо У меня в жизни Бывали моменты Когда я Обеспокоился Из-за денег И иногда даже Очень сильно Обеспокоился Но в тот раз По милости Всевышнего Все было по-другому Мы с женой Помолились И мы решили Довериться Богу В этой ситуации Конечно за нас Также молились Родственники Верующие И верующие друзья Из общины Из домашней группы И был еще один Неверующий человек Который знал Об этой ситуации Это был Сторож Простите Охранник Я иногда Некоторые слова Перевожу С ивритона На русский Шомер Охранник В частной школе Сына Он Я видел его Каждый день Практически На парковке Школьной Мы приезжали Туда утром С сыном Я оставлял его там И иногда Пару минут Разговаривала С этим Парнем Который там работал И Когда он Меня в очередной раз Спросил Как у тебя дела Я сказал Вот сейчас Остался без работы Ищу себе Новую работу Кризис Меня Затронул И В общем Он таким образом Узнал о моей ситуации Я Виделся с ним Практически Каждый день Когда Утром Привозил сына И В районе обеда Забирал его И иногда Я останавливался С ним Пару минут Поболтать Потом я Нашел работу И Мой друг Охранник Через некоторое время Услышал тоже Об этом От меня И Он сказал мне Такую вещь Прошло два месяца Пока я был без работы В Конце ноября Меня уволили 2008 года И В начале февраля Я нашел Новую работу И Когда я рассказал Об этом моему другу На парковке Он сказал Такую вещь Которую я очень хорошо Запомнил Я удивлялся Твоему спокойствию Ты Ты был Два месяца Без работы Двое Маленьких детей Жена Тоже Без работы И при этом Ты был Такой спокойный Я бы за две недели Сказал мне С ума сошел И Для него Я подумал Что это было Очень хорошим Свидетельством О том Что Верующий человек Может не просто В общем Доверять Богу А доверять Богу В отношении Своего материального И финансового Обеспечения Во вполне Конкретной Ситуации К чему Я это рассказываю Я рассказываю Это к тому Что жить Без беспокойства О деньгах Так как нас Учит здесь Ешуа Не заботиться То есть Не беспокоиться Это возможно Это вполне Возможно Причем Это возможно Даже тогда Когда денег мало Или когда их нет Вообще Это огромное Благословение Оставайтесь с нами Потому что В следующей части Нашей программы Мы поговорим Еще о нескольких Важных вещах Которые Ешуа сказал Относительно забот Точнее О жизни без забот Которой Мы призваны Жить Чтобы Богатеть Бога Спасибо Спасибо